приветствую вас я вам в сообществе поделился интересной информацией ну как с моей точки зрения из румынского сайта но опять же ссылкой на их официальную статистику смотрите что произошло в румынии да действительно в румынии пришла такая ситуация что где-то миллион 300 граждан румынии которые раньше работали в италии вернулись в румынии ну и не знаю как они вели учет но скорее все там наверно все-таки учет какой-то есть плюс ко всему это легально работающий сейчас это легально это цена статистика почему вернулись ну эксперты объясняют все очень просто да был момент когда разница в зарплате между румынией и италии была в три раза ну понятное дело но вы сами подумайте хорошо если я здесь получаю 300 евро а в италии 1000 ну конечно в италию еду это логично но все люди умные румынии тоже ум а сейчас получилась ситуация по ряду обстоятельств но она отличает не в италии выше 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 зарплаты но не такой большой разброс и в чем разница но во первых налог в италии выше чем в румынии это раз уровень жизни но дороже жить чем в румынии и получилась разница но грубо говоря то что у вас остается на руках небольшая ну если верить этому эксперту он вообще написал 40 процентов я не не понял 40 процентов это с того что у вас осталось или с того что вы потратили но в любом случае произошла ситуация про которая много раз говорю если в украине средняя зарплата будет но хотя бы 700 750 евро уже больше будет не интересно есть да да больше 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 1000 евро я знаю что больше также что там налогов так дальше там да но там расходов больше там дороже жить и поэтому человек будет так смотри хорошо да я конечно туда поеду получу даже чистым 1000 евро так это 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 а здесь я получаю ну давайте скажем чистыми 700 евро разница в 300 но за 300 кто-то поедет и сказать да нет за 300 не стоит ну что сами понимаете когда ты будешь живете дома у вас дешевле но в украине цены ниже ребята ниже значительно больше выше по этой причине да вот если такая разница факт но сейчас извините ребята как вы не считаете вот так вот так вот так вот так ну 450 у нас евро 480 если вы уже так будете считаться натяжкой но не 500 и не 600 и не 700 евро ну нет нет в украине 700 средний средний я понимаю что некоторых есть и действительно такая ситуация по этой причине еще раз говорю вот эти все стонания рыдания что вот украинцы уезжают ребята стоп 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 украина зарплата подтянется во многом благодаря экспорту рабочей силы между прочим в румынии так и произошло и там понимаете какая ситуация ну вот почали румыни уезжать в италию и румынский бизнес ну как бы начал поднимать зарплату а что остается делать мало того там получилась ситуация когда румыни начали уезжать в италию заработавши деньги начали возвращаться в румынию открывать бизнеса опять же и там действительно понимаете просто так вот утром проснулся сказать а мы делаем зарплату 1000 евро сказать можно сделать сложно понимаете как а там действительно то же самое много раз расскажу про турцию очень много но там турция вообще немножко получилось так с размахом да действительно по моменту когда в турцию из турции в германию ездили очень много турок причем работать даже официально германия приглашала и там действительно на сегодняшний момент есть так званая турецкая диазм не немцы турецком происхождении она существует никто не спорит там же есть такие которые получили гражданство там живут дети народились таскать турки которые уже турецко не знает немецко знать датку есть спорить не буду но тоже самый момент большая часть турок которые заработали денег германии час открыли бизнес турции к закономерности вы видите наконец-то люди умные и человеке польшу не потому что то что нам больше платят но если в украине разница будет небольшая ну вот носитель небольшая смысла не будет а вот эти все призывы вернуй проехать уехать ну прекращать прекращать вы сами понимаете чем поляки едут в германию потому что зарплаты